Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Сегодня у меня очередной ролик, который был навеян книгой. Так вот, в одной книжуль попалась на глаза следующая зарисовка из баварских земель. Мать, а с каких-то пор в доме Витменов принято держать гостей на пороге? Он подбоченился и гордо расправил плечи. А ну-ка живо, готовь нам швайнсхакса, да принеси свежего пива из погреба. Я естественно тут же полез в интернет смотреть, что же это за швайнсхакса такое или такой или такая, которую можно приготовить живо. Как водится, автор написал нечто странное. Прошерстив просто кучу немецких источников, выяснилось, что швайнсхакса это свиная рулька, которая сначала варится полтора часа с кучей пряностей, луком, чесноком, а затем и запекается еще столько же. Вот вы как знаете, а на мой взгляд, сочетание а ну-ка приготовь нам живо и три часа между собой как-то плохо стыкуются. Тем не менее, я решил попробовать, благо рецепт совершенно примитивный. Поехали! Воду ставлю кипятиться, а сам подготовлю лук и чеснок. Их должно быть довольно много. По сути, первый этап это просто варка в маринаде. И да, не удивляйтесь отсутствию кислоты. Она не является обязательным компонентом маринада. Само понятие маринад происходит от слова марину, то есть морской, так как начиналось все с укладывания продуктов в морскую воду. На самом деле, не обязательно морскую, но избыточных в соленую. В морской воде соли содержится около трех с половиной процентов. Это на стандартный вкус многовато. Теперь сюда отправляется черный душистый перец, куча лаврового листа и баварское пиво. У меня в данном случае мюнхенская вайсбер. Еще в некоторых местах упоминаются тмин, другие пряности, некоторые заморочки. Я выбрал для своего рецепта только те моменты, которые упоминались во всех просмотренных рецептах. То есть, считаю, что он, так сказать, базовый. А все, что попадается не часто, это, так сказать, отклонение. Впрочем, могу ошибаться. Баварцы есть среди зрителей? Напишите, как в вашем районе готовят. Маринад кипит, рульки в него. Сейчас нам довести до кипения, убавить огонь до самого слабого и варить полтора часа. Вот этот момент, отправка рулик в кипящую воду очень важна. Положите в холодную, пока вода будет греться, из рулик будет выходить наружу сок. Рульки его потеряют. А когда мы положили в кипяток их, они сразу снаружи схватились, поэтому внутри останется много сока. Ждем. Полтора часа прошло, надо приступать к второму этапу. Во всех рецептах, что я прошертил, шкурку надсекают крестообразно, а затем запекают в духовке. Но, к таким рулькам немцы частенько подают томленую или жареную капусту, квашеную, а потом жареную, и картошку. Я решил объединить два этих процесса, то есть запекание ролик и приготовление гарнира. Квашеную капусту промою, она у меня чересчур кислая. И теперь отправлю ее в посудину для запекания. Надо приправить обильно растительным маслом и все как следует перемешать. Масло не жалею, это чтобы капуста во время длительного запекания не высохла в духовке. Сразу же выложу картошку с тонкой шкуркой, она также запекаться будет. Теперь сверху решетку, на нее рульки. И вот такую конструкцию в разогретую духовку. Верхний и нижний жар температура 180-190. Все, жду полтора часа и можно пробовать. . Фильм. Все, ж util sirrenо. Теперь сверху возьму картошку просто чаймоверек. ну чудо не видите красота необыкновенная что касается вкус и сущности сейчас узнаем наверное начну я все-таки с пива мы хорошо так что касается рульки мягчайший очень нежная сочная достаточно что касается ароматов вот в чем она варилась тут вот а самой рульки вот так вот снаружи это она чувствуется при поедании я его не ощущаю может быть если тон рульку выдержать примеру сутки в этом рассоле потом вынуть рассол вскипятить погрузить рульку отварить и сам полтора часа и дальше по этой же схеме может быть будет лучше не знаю но я таких рецептов не прочитал способ которая показывал приготовление рульки раньше ссылочку уголки повешу есть не забуду и в описании тоже оставлю там где она запекается под фольгой на овощах мне нравится больше там вкус аромат концентрируется рулька остается такой же сочный как при варке но вкус аромат концентрируется и соус там очень классно получается вот этот глазурь мне тот вариант больше нравится ну и попробуйте кстати так тоже приготовить это вообще не замороченный вариант отварили запекли и вперед время запекания конечно будет зависеть от вашей духовки час-полтора мы есть в моем случае ушло полтора часа у вас может быть часа хватит смотрите сами огромное спасибо за компанию за лайки дизлайки репосты всем пока